А перед началом этого ролика я вам хотел сказать, что я наконец-то завёл себе ещё один новый канал, ребята, где я буду радовать вас очень крутыми сериалами по Майнкрафту. Быстрее бегите, первая серия первого сериала уже находится по ссылке в описании в подсказках, да везде. Это находится, ребята, просто переходите. Новый канал, кстати, называется «Пирожок с ничем», просто первая фраза, которая мне пришла в голову, поэтому, ребята, заходите и смотрите новое видео. Там будут видео выходить очень часто, так что подписывайтесь и не пропускайте ни одной серии. Приятного просмотра! Всем доброе утро, ребята, меня зовут Компот, и добро пожаловать на моё новое видео. Доброе утро, я не зря сказал, ребята, потому что сейчас в Майнкрафте раннее утро, так и в реальной жизни раннее утро. Вот, серьёзно, я всегда встаю где-то в 12 часов дня, но хоп, по сегодня решил вот так вот взять и встать в 7 утра. Бывает такое, ребят, конечно, у меня бывает, очень редко, но бывает, собственно. Я проснулся рано-рано утром и решил сходить пораньше на работу фермером, чтобы, так сказать, быть свободным целый день. И давайте возьмём свою мотыгу, возьмём свои семена пшенички и отправимся на свою любимую работку. Ааа, с утра пораньше! Это... я не понял, это чё? Блин, нога! Ё-моё! Это куда это я провалился, я не понял! И как мне отсюда вылезти? Ну-ка, давай. Блин, не получается. Это... это вообще где я, я не понял. Ну-ка, опа! Давайте вылезем. Ё-моё, ребята! А чё это за ямы такие, я не понял, смотрите! Это ямы, тут всё в этих конусах, всё загорождено. Вот возле моего входа яма чё? Ничего, ребят, не понял. Смотрите, раз яма, два яма, три яма, четыре яма. Это кто это тут ямы копает? Такой умный нашёлся. Странно, ребят, может, не знаю, рабочие дорогу делают, но тогда нафига они тут яму раскопали? Вон там они зачем яму раскопали? Вот чё это за ямы? Чё они тут делают? Я не понял такого, а интересненького. Да, ребята, просто ямы, которые никуда не ведут. Понятно. А это чё? Ребят, там житель стоит. Ну-ка, чё? Офигеть! Вот это яма, конечно! Эй, житель, я не понял, это ты что? Ты чё тут делаешь вообще? Ты что всё это раскопал? Если ты, то зачем? Чё тут происходит вокруг моего дома? О, Компот, привет! Да, это я раскопал тут кучу ям, просто понимаешь, я прочитал в интернете, что в нашей деревне жителей, именно вот в районе Кузницы, находятся залежи алмазов и изумрудов. И я решил найти их. Я выкопал яму возле твоего входа, ничего не нашёл. Под домом там ещё две ямки небольших выкопал, ничего не нашёл. И вдруг полуметаллоискатель начал очень сильно пикать здесь. Я начал тут копать эту огромную яму, но пока что ничего не нашёл. Я продолжу копать в сторону твоего дома. То есть ты хочешь раскопать эту гигантскую яму в сторону моего дома, житель? Ты с ума сошёл? А если мой дом упадёт? Слушай, житель, не-не-не, давай-ка ты лучше, может, закопаешь это. Зачем тебе это, я не понимаю, житель? А если вот реально мой дом упадёт? Окей, давай тогда сделаем так. Если я что-нибудь найду, я обязательно тебе об этом сообщу. И, может быть, даже с тобой поделюсь. Ну, не знаю, раз так, то, в принципе, можно попробовать, почему бы и нет. Твои раскопки выглядят, в принципе, внушительно. Я не знаю, как ты так быстро ямы копаешь. Ты вообще сколько тут? Я так понимаю, ты целую ночь копал, потому что с утра, вчера этого ничего тут не было. Нифига себе, конечно. Ну, ребят, житель даёт. Ну, ладно, давайте не будем запрещать копать эти огромные ямы. Но всё равно, ребят, я немного не понимаю, зачем он копает эти огромные ямы возле моего дома. Потому что, ну, как бы найти тут алмаз изумруда. Ну, благо, что это культурные жители. Я надеюсь, что он всё потом после этого закопает, так сказать. Ладно, окей, хорошо. Пусть продолжает, так сказать, своими делами заниматься. А мы, ребята, будем заниматься своими любимыми делами. А именно фермерством. Как я и, собственно, люблю. Извините, ребят, что-то немного не выспался. Да ещё, знаете, проснулся что-то каким-то простывшим. Вы знаете, блин, не хотел говорить это вам. Потому что я, конечно, вам очень благодарен за то, что вы всегда говорите. Компот, выздоравливай. Блин, чё лагает Майнкрафт. Компот, выздоравливай, выздоравливай. Но вас так много, ребята, что даже через месяц, когда я уже выздоровел. Через месяц. Я помню, я записывал видос. Говорил, я, типа, болею очень сильно. Горло болит. Вот. И через месяц, после того, как я уже выздоровел, мне всё равно писали в ЛСВК. Засирали мне ЛС и писали. Компот, выздоравливай. Хотя уже месяц прошёл. Целый месяц, представляете. И мне, по-моему, даже до сих пор пишут, компот, выздоравливай. И, ребята, я, конечно, сейчас немного болею, но я думаю, всё пройдёт. Потому что я сейчас усердно, сильно лечусь. До, так сказать, того, как я начал снимать этот ролик, прополаскал горло. Вот после пойду прополаскаю, так сказать. Буду, так сказать, всё нормально делать, всё нормально вести. А ещё у меня лагает чёртов Майнкрафт. Мне интересно, всегда так утром ничего не работает. Вот какого фига? Скажите, пожалуйста. Мне может чанки по минимуму сделать? Я не знаю, что за фигня. На таком крутом компьютере, как у меня, может лагать Майнкрафт. Я даже этого предположить не могу, ребята. А он берёт, представляете, и лагает. Берёт, лагает. Вот даёт, конечно, это глупенький Майнкрафт. Ладно, давайте не будем на него обращать внимания. И просто будем вот так вот заниматься дальше своим, так сказать, любимым делом. Компот, компот, я что-то нашёл. А, что, житель? Ты что-то нашёл? О, отлично. Слушай, я обязательно к тебе подойду. Ты там без меня ничего не делай. Сейчас я доделаю свою работу и спучусь к тебе. Блин, ребята, там что-то житель нашёл интересненькое. Надеюсь, что это залежи алмазов и изумрудов. Ой, как будет хорошо, если это так. Я надеюсь, это не какая-нибудь там алюминиевая банка, ради которой он копает там огромную яму. Кстати, интересно, сколько глубокую яму он там прокопал. Так, давайте всё-таки доделаем этот последний огородик. Сложим все вещи, так сказать, и спустимся к нему. Всё, ребята, готово. Давайте быстрее пойдём уже к жителю и спросим... Блин, ну я же просил, без меня не спускаться. А он взял туда и спустился. Ого! Ничего себе, ребята! Смотрите, какую огромную яму он успел выкопать, пока я... Всего лишь ты успел сделать. Раз, два, три, четыре грядочки. Нифига себе! Ё-моё, как бы не упасть в эту огромную яму? Эй, житель! Ты спустился? Чё там интересного? Так, Амбот, я спустился. Тут пока что вижу какую-то комнату. Нихо-тихо... Эй, эй, уйди от меня! Нет! Ааа! Нет! Житель! Житель! Эй, житель! Ребята, так, подождите. Житель! Ты там всё нормально? Ребята, ребята, ребята. Мне это не нравится. Вы это слышали? Житель что-то закричал, и всё, его не слышно больше. Эй, житель! Ты там? Так, 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 погодите, ребят. Мне это не нравится. Давайте-ка сложим все вещи к себе домой. Так, так, так. Блин, как бы только сюда попасть. Так, давайте вот так вот землёй всё закрою. Хопа. И пробую зайти сюда. Всё, отлично. Давайте всё сложим внутрь. Так, 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 всё. Давайте это складываем просто. Так, так, всё. Проходим. И... Так, ребята, вы это слышали? Мне что-то даже туда спускаться теперь не хочется. Но, блин. Может, там житель куда-то в яму ещё более глубокую провалился? Надо его спасти, ребята. Надо спасать жителя. Надо бедного жителя всё-таки спасать. Так, спускаемся. Потом... Ой, ё-моё, как там глубоко спускаться? Мне даже что-то как-то страшно, ребята. Не по себе. Так, пошёл в жопу, Блок. Так, всё, давайте, ребят. Ещё немного нужно спуститься. Тихо, тихо. Всё, давайте аккуратно. Спускаемся. Ё-моё, как я уже глубоко спустился. Это же просто жесть полная. Так. Ё-моё, слышите. Это никакие не алмазы-изумруды. Это... Знаете, на что это похоже? Смотрите. Замшел и кирпич. Обычный кирпич. Это похоже на тайную комнату. Житель нашёл тайную комнату. Что? Ё-моё, отстань от меня, булыжник. Давайте, ребят, зайдём, что ли. Ну ладно, всё, пойдёмте. Так. Эй, житель, ты здесь? С тобой всё... Нормально! Житель! Эй, житель! Ё-моё, ребята. Тихо, давайте потише себя вести. Это какая-то тайная комната, которая всё это время тут находилась. Но... Чё-то, ребят, жителю не здоровится. Стой. Видимо, он сюда подошёл и... И какое-то нечто... Что-то с ним сделал. И он сразу же тут упал. Ё-моё, ребят. Так, давайте не будем стоять. Ой, как там страшно, ребят. Посмотрите просто вдаль. Там очень страшно. Мне даже как-то не по себе. Я не хочу даже там находиться. Эй, житель, житель! С тобой всё нормально. Житель! Житель, житель... О, ты ещё... Он ещё пока живой, ребята. Он ещё пока живой. Так, отлично. Нужно... Нужно звонить, наверное, в скорую. Но также нужно позвонить и в полицию. Сдать того, кто... Кто вон там. Не отворится. Так, ладно, окей. Я вижу какую-то заброшенную тайную комнату. Хотя я теперь не уверен, что она заброшена. Тут есть какой-то сундук. Ну-ка, давайте проверим, что тут и... Ё-моё. Да тут всё в кровище, ребята. А ещё тут есть какие-то предметы интересненькие. Так, вот это вот интересно. Я бы их, конечно, взял. Но пока что я их трогать чё-то не очень хочу. Печка в ней чё? В ней пусто. В верстаке тоже пусто. Кроватка. Это реально, ребята, чё-то секретное убежище, которое было завалено и закопано. Я даже не знаю, в каком году до нашей эры оно, так сказать, построилось вообще тут. Потому что тут ни одного выхода, ни прохода. Хотя есть один проход. И, ребята, мне туда страшно идти, потому что житель, видимо, туда пошёл. Ну ладно, давайте, была не была, так сказать, пробуем пройти тихо, аккуратно. А! Ё-моё! Чёрт, тут скелет! Быстрее надо свалить! А! Нет! Нет! Ё-моё! Где я? И, ребята, куда я упал? Что тут происходит? А? Житель? Э, стоп. Житель! Ты, ты, ты же там был сверху! Чё это было такое? Ох, ну наконец-то ты попался в мою ловушку. Хе-хе-хе-хе. Я тебя очень долго пытался поймать. Очень долго пытался выманить из твоего дома. Всегда хотел взорвать твой несчастный дом и тебя. Хе-хе. Но никогда у меня этого не получалось сделать. Слишком ты проворливый и умный, так сказать, со своими подписчиками. Но сейчас я придумал гениальную тактику. Ты поверил в мою историю с алмазами и изумрудами. И теперь ты оказался в моей ловушке. Видишь, как много сидит динамита? А это ведь чё может взорваться? Ну ты житель, конечно, даёшь. Я, я вот выберусь. Я тебе, я тебе такое устрою, такое. Ё-моё, слушай, это же надо. Просто ради того, чтобы вот меня загнать в ловушку, ты построил такую схему. Вот сначала ты копал очень долго яму, потом вот эту вот комнату с ловушками строил. А вот эти самые алмазы и изумруды. Точнее, золото. Да, это золото. Откуда у тебя столько ресурсов? Дело в том, что я решил обокрасть деревню, и скоро это всё станет моим. Чё? Ты решил украсть нашу деревню? Всё обокрал. Все наши алмазы и изумруды и золото. Ну я тебе, конечно, дам, житель, как выйду. Я тебе обязательно... Я тебе... Блин, ребята, вот меня бесит этот житель. Хотя, погодите, ребят. А может, я как-то смогу? Знаете, что сделать? Давайте попробуем. А давайте-ка попробуем как-нибудь выбраться. Но я даже не знаю, как, ребята. Потому что тут вообще без вариантов. Смотрите, какой высокий потолок. И он построил ловушку с механизмами. И там всё уже перекрыто, всё закрыто. Блин, мне бы как-то отсюда выбраться. Но я даже не знаю, как. Хотя, знаете что, ребята? У меня есть кое-какое предположение. Давайте-ка... Погодите, вот красный блок. Погодите, давайте-давайте возьмём. Я знаю, что... Если существа находятся в воде, они не получают урон от динамита. Следовательно, ребята... Давайте подкопаем это. Опа! Так, погодите-ка, ребята. Опа. Давайте ставим их. Опа. Эй, чё ты делаешь? Ты с ума сошёл, будешь взорвёмся. А я не взорвусь пока, житель. Так, ребята, тихо. Всё всё взорвётся. Главное, головой в воду. О, тихо. Всё, кажется, взрывается. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Главное то, что мы в воде, ребята. И с нами ничего плохого не случится. Фух, ребята. Всё взорвалось. Да, всё. Житель вырублен, да? Да, где житель? Всё, ребята, кажется, житель подорвался. А теперь, ребята, мне нужно просто сваливать отсюда. Просто надо бежать как-то выбираться. Так, ладно, с вами был я, Компот. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Никогда, ребята, не доверяйте жителям. А я пошёл.